Добрый день, уважаемые коллеги! Нет еще? Нету пока. Видно. Видно? Уважаемые коллеги, несмотря на то, что Виталий Владимирович так сегодня весьма эмоционально рассказывал о том, что денег нет, я все-таки хочу вам напомнить, что еще буквально три года назад на оплату онкологической медицинской помощи по году в Российской Федерации мы направляли чуть более 80 миллиардов рублей и последние три года беспрецедентные объемы средств направляются на оплату лечения онкологических пациентов. Как видно на слайде, свыше 775 миллиардов рублей за последние три года направлены системы плюсом к тому, что было ранее. Поэтому и, конечно, все это позволило совершенно иным образом рассматривать лечение онкологических пациентов. Мы уже детально рассматриваем схемы, детально рассматриваем операции, но вот эта подушка возможностей финансовых для увеличения доступности медицинской помощи, она создана последние три года. Кроме того, вы знаете, что с текущего года мы финансируем федеральные государственные учреждения напрямую из бюджета федерального фонда. И если в начале года в соответствии с программой госгарантии предусматривалось порядка 20 миллиардов рублей для оплаты онкологической помощи в федеральных клиниках в соответствии с нормативами финансовых затрат, установленными, то вы знаете также, что в течение года были приняты решения о дополнительном направлении средств федеральной медицинской организации и покрытие потребностей федеральных медицинских организаций в ресурсах, в том числе на оплату онкологической помощи. И здесь уже реальный рост с менее чем 20 миллиардов рублей до сейчас уже по оперативным данным практически плюс 5 миллиардов рублей направлено в федеральные государственные учреждения для оплаты пациентов с такого рода заболеваниями. В целом мы можем говорить о том, что лишних денег в системе у нас нет. У нас такое ритмичное использование средств свыше 90% от объема предоставленных средств за 10 месяцев текущего года. Также эффективно используются и средства в федеральных клиниках. При этом мы отмечаем рост федеральных клиников, в федеральной клинике, несмотря на ковид, несмотря на эпидемическую обстановку, снижение доступности для пациентов онкологических, так как плановой, в том числе медицинской помощи, так как это произошло по ряду профилей, мы не наблюдаем. Уже об этом говорилось неоднократно. Практически 75% всей медицинской помощи это химиотерапия. Здесь это такой слайд для, может быть, в большей степени вашего обсуждения, насколько та сложившаяся структура оказания медицинской помощи онкологическим больным, она оптимальна, в том числе для лечения пациентов. Не надо ли делать больший акцент нашим специалистам в сторону хирургического, например, лечения? Или увеличивать доступность лучевой терапии? Такое ощущение, что вся онкология лечится только химиотерапией. Это и в мире не так, и, наверное, и у нас структура должна быть более сбалансированной. И это, конечно, вопрос главных нештатных специалистов, специалистов на местах, отдельно онкологов. Что касается исполнения по круглосуточному дневному стационару, здесь, ну, в принципе, динамика очень такая приличная в связи с тем, что в целом по Российской Федерации объемы круглосуточного стационара установленные оказались оптимальными. Мы примерно тот же уровень сохраним на следующий год. Что касается дневного стационара, видя, что потребность в оказании медицинской помощи, прежде всего, химиотерапевтического лечения, высока, на следующий год в рамках программы государственных гарантий мы увеличиваем нормативы объема медицинской помощи по дневному стационару, как для реализации в рамках терпрограмм региональными лечебными учреждениями, так и для федерально-государственных учреждений, которые продолжат точно так же финансироваться напрямую из бюджета Федерального фонда. Что касается средней стоимости, то тоже мы считаем, что достигнут такой баланс по сравнению с 2020 годом, как по круглосуточному, так и по дневному стационару. Вы видите на правом слайде уменьшение средней стоимости преимущественно в субъектах дальневосточного сибирского округа. Это связано не с недоступностью препаратов в этих субъектах Российской Федерации, а с тем, что принято решение было по изменению методики расчета тарифа лекарственной терапии. И с этого года вы знаете, что повышающие все коэффициенты применяются к доле заработной платы и прочих расходов, установленных в программе государственных гарантий. Тем самым сверхмаржинальность, которая была в 2020 году, особенно территории Сибири, Дальнего Востока и в тех территориях, в которых очень высокие коэффициенты дифференциации, мы это, как говорится, экономически сделали более выверенным. Таким образом, формально денег указанных субъектов достаточно и никаких отказов в оплате медицинской помощи мы не отмечаем. Онкогематология у нас тоже является частью нашего проекта. Примерно 10, от 10 до 15 процентов от общего объема средств направляется на лечение онкогематологии. Следующий год, чуть позже скажу, будет охарактеризован тем, что мы оптимизировали клинико-статистические группы по онкогематологии, гематологии, сделав оплату более приближенной к фактически сложившимся расходам. Поэтому полагаем, что те решения, которые приняты, позволят все-таки лечебным учреждениям более, ну я не знаю, осознанно планировать свои бюджеты и производить закупки лекарственных препаратов без ущерба как не для своей финансовой деятельности, так и не для, безусловно, пациентов, он у нас, естественно, во главе. Что касается клиник и статистических групп, то, конечно, не буду повторять выступление Виталия Владимировича блестящее, но я все-таки хотела бы сказать, что мы имеем уникальную базу в федеральном фонде всех реестров счетов, оплаченных, в том числе по химиотерапии. И все-таки проводя анализ применения, фактического применения химиотерапевтических групп в различных субъектах Российской Федерации, я на сегодняшний день абсолютно уверенно могу говорить о том, что в большинстве субъектов Российской Федерации, в большинстве субъектов Российской Федерации назначение химиотерапевтических схем, в том числе в так называемых самых дорогих группах, в которые включены преимущественно таргетные препараты, все-таки нет прямой зависимости между стоимостью схемы и назначение препарата и стоимостью самой КСГ. Все-таки мы полагаем, что вот этот баланс между, что называется, профитными и непрофитными схемами внутри клиник статистических групп позволяет и врачам, и в целом медицинской организации назначать лечение пациентам в зависимости от их состояния, от их потребности, а не от желания сэкономить или заработать больше на выставлении тех или иных счетов. И это подтверждает в том числе существенный рост назначения таргетных препаратов. Такого не было, ну, я бы так сказала, наверное, никогда. Понятно, наверное, может быть, доступность должна быть еще шире, никто с этим абсолютно не спорит. Но и на сегодняшний день по сравнению с 2020 даже годом уровень назначения таргетных препаратов вырос практически в два раза. Если в 2020 году 10 месяцев это было 12%, и мы это в свое время оценивали как неоспоримый просто прогресс, а я помню 2019 год, когда таргетные препараты в субъектах Российской Федерации не назначались вообще или назначались абсолютно в единичном количестве, и все лечили изолиндроновой кислотой, я это тоже очень хорошо помню, то в настоящее время по ряду субъектов, в том числе Санкт-Петербург, мы видим очень высокую достойную долю назначения таргетных препаратов среди всего пула химиотерапии. И таких субъектов не так уж и, собственно говоря, мало в целом по Российской Федерации. Поэтому здесь совсем уж прям говорить о том, что создаются невозможные ситуации какие-то, не позволяющие достойным образом лечить пациентов, ну, наверное, это не совсем соответствует действительности. Что касается кратности по химиотерапии, то она у нас тоже растет. Тем самым мы опять же можем подтвердить тот факт, что доступность медицинской помощи у нас, ну, прогрессирует из года в год. Еще раз хочу отметить, что несмотря на эпид-обстановку, кратность у нас даже по сравнению с 2020 годом немножечко, хоть на процент, но увеличивается. Это говорит о том, что мы довольно ритмично двигаемся к нашей цели, к обеспечению кратности химиотерапевтического лечения более чем 5,5-6 курсов на одного пациента. Понятно, это средний такой расчетный показатель. При этом здесь я хочу сказать, что эта кратность еще не учитывает объем проведенной химиотерапии федеральными учреждениями. А если мы возьмем и этот объем, то мы уже сейчас в настоящее время свыше пяти достигаем по Российской Федерации. Что касается молекулярно-генетических исследований, которые, собственно говоря, основная их цель была в программе государственных гарантий, когда мы их вводили, еще больше обеспечить доступность инновационных препаратов, а проведение молекулярно-генетических исследований, безусловно, является определенным маркером для их назначения. Здесь я хочу отметить первое, что, ну, вы знаете, нормативы установлены во всех тарифных соглашениях, нормативы финансовых затрат тоже установлены на молекулярно-генетические исследования. При этом хочу отметить, что стоимость тарифа включает в том числе транспортировку соответствующих образцов в лаборатории, если их нет на территории субъекта Российской Федерации или их недостаточно. Таким образом, в настоящее время созданы абсолютно все условия для того, чтобы пациенту было это исследование назначено и проведено либо в рамках субъекта Российской Федерации при наличии лаборатории, либо направлено в соответствующие иные лаборатории за территорией региона. При этом, безусловно, мы не должны допускать никаких случаев, связанных с тем, что пациентов теми или иными способами как-то принуждают к оплате указанных исследований за свой счет. Я бы здесь призвала просто всю общественность к тому, чтобы сообщать о таких случаях сразу страховые организации, территориальные фонды для принятия соответствующих мер реагирования. Ну, немножечко хотела ложку дегтя в нашу такую благостную, может быть, выступление привнести. Безусловно, федеральный фонд проводит проверки всех субъектов Российской Федерации регулярно, территориальных фондов, страховых медицинских организаций, медицинских организаций. Вы это все прекрасно знаете. И одним из основных буллетов таких сущностных проверок является проверка диспансеров, клиник в части назначения, в том числе, химиопрепаратов. Обращают внимание на учет подобных препаратов. И, к сожалению, выявляются... Я специально здесь не стала указывать конкретные субъекты. Ну, думаю, что пока перечень тех основных нарушений, которые мы выявляем при проведении проверок, он достоин того, чтобы каждый главный врач на это все внимательно посмотрел и не допускал, если допускает впредь, подобных нарушений в своей деятельности. Это и несоблюдение сроков лечения пациентов, и назначение не тех препаратов, которые показаны пациентам, и закупочные цены препаратов не соответствуют действующим законодательству, и дозы введенных химиотерапевтических препаратов не соответствуют расчетным показателям, и списываются просто препараты, ну и так далее. Поэтому мне кажется, что на вот такие замечания надо обращать внимание и делать свою работу более прозрачной, не допуская нарушений. Здесь, на вот этом слайде, в целом, я бы хотела отметить, что наши страховые медицинские организации все-таки по большому счету показывают снижение количества жалоб и нарушений при приведении химиотерапии. Ну, в целом, по Российской Федерации снижение около 4%. По ряду субъектов вы видите снижение там свыше 40%, где-то 17% от того, что выявлялось годом ранее. Но какие-то субъекты у нас, вот Сахалин, Ямал, Камчатка, к сожалению, демонстрируют рост нарушений в связи с назначением химиотерапевтического лечения. Конечно, с этим надо бороться всеми силами, принимать управленческие более грамотные решения и не допускать снижения доступности медицинской помощи. И в заключение кратко я бы хотела осветить буквально точечно наши изменения, которые в настоящее время сейчас рассматриваются правительством Российской Федерации в рамках программы государственных гарантий на 2022 год. Ну, первое, в программе государственных гарантий остаётся норма, внесённая в текущем году по пациентам в возрасте до 21 года в отдельных случаях с целью продолжения лечения в начатом возрасте до 18 лет медицинская помощь может быть оказана в лечебных учреждениях, оказывающих медицинскую помощь по детской онкологии. То бишь пациенты старше 18 лет смогут продолжить в случае необходимости своё лечение в детских стационарах. С таким обращением к нам особенно детские онкогематологи обращались, и это их предложение было реализовано. Второе, это мы оплаты, на чём уже очень полно остановился Виталий Владимирович, оплаты схем химиотерапевтического лечения как в круглосуточном, так и в дневном стационаре. Мы всё-таки полагаем, что этот шаг положительно скажется на, в том числе, финансовой работе лечебных учреждений, оказывающих соответствующую медицинскую помощь и никак не будет служить каким-то ограничением в доступности тех или иных препаратов. Ещё один аспект, на котором тоже останавливалась, это тоже мы пересчитали онкогематологию, сделав её, ну, я бы сказала, более экономически объективной для оплаты медицинской помощи. Мы ввели новую клинико-статистическую группу для позднего постранспонционного периода. После пересадки костного мозга тоже к нам поступало предложение от коллег с тем, что вот этот период для пациентов, он у нас оказался вообще в такой серой зоне, и поэтому мы, безусловно, к этому прислушались, и такая клинико-статистическая группа введена с 22-го года в перечень клинико-статистических групп. Кроме этого, ну вот по схемам тоже не буду останавливаться, разгруппировка была проведена уже, Виталий Владимирович на этом останавливался. Какие препараты здесь добавлены, в том числе по онкогематологии, и добавлено два препарата, которые тоже используются при лечении пациентов. Диапазоны и то, на чем я уже останавливалась ранее, мы увеличили как по дневным стационарам в федеральных клиниках рост 78% объемных показателей на следующий год, так и по стационарам субъектовым, 30% рост объемных показателей. Поэтому полагаем, что решения, которые будут приняты в ближайшее время в рамках утверждения программы государственных гарантий, позволят в большей степени приблизить к нормативной потребности медицинской помощи по онкологии в наступающем году. Вместе с тем, безусловно, мы понимаем, что новая программа и новый группировщик не решил всех тех проблем, о которых и ранее высказывались специалисты, экспертное сообщество. Но мы полагаем, что совместными усилиями мы сможем год от года все лучше и тщательнее планировать свою программу, ее совершенствовать, чтобы действительно наша система стала максимально пациентоориентированной. Спасибо большое. Спасибо.